Привет, меня зовут Наташа Краснова. У меня там подслеповатые глаза, большой нос, уши оттопыренные, вальгус на ноге. И даже женские роли мне не выпускали играть. Почему? Это простой ответ, я херово играла. Я пессимист, у меня всегда стакан на половину говно. А в каком возрасте у тебя первый поцелуй был? Я, может быть, вообще не люблю мужчин. Ааа. Может, я по женщинам. Не по женщинам, все. Блин, а что вы меня поставили? Ну ты просто не рассказываешь про него нигде. Блин, я пошла отсюда. Где ты видишь вообще себя через 10 лет? В гробу, в белых тапках. Какая-то странная. Секай с городу, поби. Привет, меня зовут Наташа Краснова. У меня сколько-то подписчиков на ютюбе, я за ними не слежу. Они за мной следят, а я за ними не очень. Мне всегда сложнее всего записывать интервью с блогерами. Ну или там, я не знаю, кстати, как ты себя можешь характеризовать. Да, как угодно. Я стендап, комик, я блогер. Это я все знаю. Я занимаюсь блогингом. Хорошо, ты себя как чувствуешь, ощущаешь? Кем сейчас? Хотелось бы ощущать себя писательницей, но пока еще недостаточно веса. Поэтому если я буду говорить, я писательница, это будет звучать, как Бузова три года назад говорила, певица, когда она одну песню записала. Вот сейчас, когда она говорит, я певица, не хочется стебаться над ней, понимаешь? Ну то есть главное не начать раньше времени называть себя тем, кем ты не являешься. У тебя уже третья книга, да? Ну да, третья книга. Ну то есть уже почти прям писательница. Там у людей по 48 книг, а я такая, я писательница. И они сидят такие, ну, Наташа, я вас умоляю. А тут у тебя 200 тысяч этих всех видосов, наверное, я больше блогер пока. Половина понятия не имеет, кто я, что я, как человек. Да. Что у меня есть дети, например, что я в разводе. Ну вот половина не знает. Ну вот я поэтому хотела начать с твоего детства, потому что мне кажется, ты вообще практически нигде об этом не рассказывала. Вспоминаешь ли ты себя маленькой. Так слушай, я вот такой человек, я не буду врать, я половину детства не помню. Я помню, что я была счастлива, что было очень счастливое детство, что я читала много книг, что лучший подарок для меня это книга. Если Дед Мороз дарил книги, это о-о-о-о. То есть ты понимаешь, что все каникулы ты будешь читать. Все там 14 дней ты будешь читать. Вот. И половину из детства я не помню, а вторую половину мне рассказывали бабушки, дедушки, родители. Ну то есть я, допустим, могу тебе какой-нибудь случай рассказать, как я в озере купалась в куртке, но это мне рассказывала мама. Я не помню этого. Я говорю, этого не было. Мама говорит, было. Когда в 11 лет на выпускной, мама сказала, я пришла на выпускной, красивое платье сшили. И она говорит... Почему в выпускной в 11 лет? Ой, в 11 классе. Видишь, как я хорошо с математикой. Матокласс. Пришла в сиреневом красивом платье, при Таллине, тут кружево вот такое. И у меня подружка Аня Бромер, она желтое платье пошила. И мама мне, ну, нечаянно, она говорит, я нечаянно сказала, говорю, ой, Анютка, какое у тебя красивое желтое платье. И говорит, Наташа, ты после этого не разговаривала со мной несколько дней. Ты потом сказала, мама, при мне не говори, что какая-то девочка еще красивая. Не говори при мне вообще. С учетом того, что я не была первой красавицей в классе, я вообще не была красавицей. Ну то есть у меня было такое желание, чтобы никого при мне не хвалили. Не за учебу, не за красоту, даже за чистую обувь. Не хвалите при мне. Вот такая я была, оказывается, тварина. А я думала, что я с возрастом такая стала. А я такая была, оказывается. А почему тебе не хватало внимания от родителей? Тебе дома не делали комплименты? Да делали, но, видимо, как-то не хватало. У меня младшая сестра была. А когда младший ребенок появляется, там два года разницы, естественно, это нормально, наверное, переключение внимания на младшую сестру было. И, видимо, может быть, мне больше не на что спихивать вот это вот желание, похвалите меня, похвалите. Я и сейчас, мне кажется, иногда выкладываю вот эти вот лайки. Это же, наверное, заменитель маминой любви. Ну что, похвали меня, зритель. Я молодец. Я, смотри, написала какой монолог в стендапе. Где аплодисменты? Я молодец или не молодец? А в детстве все-таки тебя родители хвалили? У тебя с ними близкие отношения были? Да, у меня с мамой были ближе отношения. Но папа, он такой, он мужик. Нормальный челябинский мужик. Работал на заводе. Он научил меня там табуретки ремонтировать. Вот это все. Но он своими руками мог построить. Он дом построил своими руками. Дачу нам огромная. Дача. Мы продали, купили квартиру сестре. Вот опять, видишь, сестре купили. Видишь, какая? Все запомнила я. Да, ты где-то в интервью говорила, что ты памятная. Ну, ты злопамятная, но и хорошая помнишь. Ну, я не знаю. Я как-то выборочно помню. Я сестру очень люблю. Но я ее люблю сейчас. А в детстве у нас война была вообще. А, да? Конечно. За любовь мамы и папы, за территорию, за все вообще. Ну, я не знаю. Вот кого не спрашиваешь, если разница в возрасте года два, год два, вы, видимо, воспринимаете друг друга как врага. Как будто, ну, вот, вы в равных позициях. Но если разница, там, лет семь, то, ну, если бы у меня сестра была сильно младше меня, скорее бы всего, я воспринимала ее как ребенка. Ну, то есть я бы заботилась, наверное. А может быть, я бы такая и осталась. Я не знаю. Слушай, ну, так может, это просто из-за того, что родители как-то меньше стали тебе внимания уделять, ты как бы ее воспринимать начала как врага. Ну, потому что многие, наоборот, говорят, что когда погодки, они близкие становятся. Они, типа, друзья лучшие на всю жизнь. Ну, ты когда? Может, к 30-ти годам? А, ну, нет. Ну, мне кажется, пораньше все-таки. Ну, не дерутся ни разу. Нет, конечно, дерутся. Все дети дерутся. Все прям насмерть дрались. Я бы не расческу сломала. Лена, если ты видишь, мне стыдно за этот случай. Я по ноге прям ее расческой вот этой массажной. Она у меня отломилась. Я была в такой, представляешь, злости. Просто сестру младшую сломала расческу. Это когда, в каком возрасте? Слушай, да ну, вот лет 12-14 нам было. Ну, то есть мы подростки, подростки. Начинается перестройка. Ты не понимаешь, почему тебя все бесит. У тебя начинает, ты становишься девушкой. У тебя внутри что-то происходит. Ты не понимаешь, как вообще жить с этим. Как перейти на вот эти рельсы. Я читала, конечно, все в книгах, как это происходит. Но то, что ты чувствуешь и то, что ты читала, это вообще разные вещи. Поэтому. Ну, получается, вы с сестрой не особо дружили, когда были маленькие, да? Я любила ее, но я ее ненавидела прям. Ну, я не знаю, как это объяснить. Ты любишь человека, ты обожаешь его, но ты просто желаешь прям ему причинить максимально все. То есть вы ругались, ссорились? Ругались, ссорились. Она на меня стучала маме, и мама на меня стучала мне. Ну, то есть там прям... А мама ругала при этом тебя даже? Она не ругала, она говорила, она педагог. Она говорила, Наташа, ты же возрослее, ты же умнее. Потом поняла, что на меня не действует это. Она говорила, так, я сейчас просто смотрю на вас двоих. Кто из вас взрослее и кто умнее? То ты первый замолчит. Ну, было не очень. А мама у тебя работала, когда ты была маленькая? Да, она всегда работала. В декрет она, я не помню, вроде бы она выходила в декрет. Но она максимально трудоголик. То есть она работала в школе, и она прям до последнего в школе прямо... Это вот есть учителя, которые работают не из-за денег. Ей предлагали на повышение пойти, и завучим стать. Она говорит, нет-нет, я хочу вот-вот, я математик, я геометрия алгебра, это все мое. Мне вот это все руководительство, вот руководство школы, я к этому, говорит, никогда и не стремилась. А кто тогда с вами сидел, получается? Ну, у нас бабушки есть, баба Нон была. Папина бабушка, папа из деревни, ну, туда нас закидывали на летом, мы больше уезжали летом, и пахали в деревню. Вот это я почему-то помню, но я уже взросленькая была. Пахали, в смысле, вы там помогали с хозяйством как-то? Ну, колорадских жуков ты собирала когда-нибудь? Нет. Вообще, ты потеряла столько в жизни веселья. Папа вот так идет с лопатой, делает ямку, а ты с сестрой ведро там наполовинку в этих вогрызках картофельных, чтобы глазок, главное, был кидаешь в этот в ямку. Все, картошка прорастает, на ней поселяется вот этот вот колорадский жук. Он сначала розовый, такой красивый, но мерзкий, как жижева такая, как гнидаль сидит. А потом он вырастает, и просто жук полосатый с этими, с крыльями, со всеми. Ну, таракан сидит, таракан полосатый, на тебя смотрит. Ты его должна пальцами вот так взять и в банку с бензином положить. И вот у нас там по полбанке мы сравнивали, кто больше насобирал. Все вот так, потом сжигали их в костре, вот так лето проводили. Ты чувствовала, что тебе чего-то не хватало в детстве? Ну, например, ты хотела, не знаю, одеваться, там какие-то наряды менять. Ну, сисек не хватало мне. А, сисек тебе не чувствовала? Я чувствовала, что нужны сисек. Ты про какой возраст говоришь сейчас? Класс 11, это 10. Там до этого я вся в книгах была, мне было без разницы. А потом появились вдруг мальчики в классе, ну, в смысле, они вроде как выросли, и надо было дружить уже с кем-то. А я все дружила с книгами. Да, дружилась, что получила медаль в конце школы. Ты такая была прям прилежная ученица, ходила там. Я вынуждена была прилежная ученица. У меня мама работала в школе. Кто бы ко мне подошел вообще? Я один раз тройку в текущем каком-то задании получила, не за четверть, за четверть кого? Не было тройку вообще никогда. Получила в текущем каком-то по математике в контрольное, и она меня вызвала к себе в 38-й кабинет. Ну, как вызвала? Говорит, Наташа, пойдем, зайдем. Я говорю, Наташа, мне просто стыдно. Ты понимаешь, что это мои коллеги. Мы в учительской собираемся пить чай. Они говорят, ой, Наташа, ты тройку получила? Мне стыдно, Наташа. Делай что-то. Давай я тебя подтяну. Я говорю, тяни. Ну, я все. У меня мама очень строгая в этом плане была. Ну, вот, я не знаю, это хорошо или плохо, но я теперь к себе... Но баблажек тебе не делала при этом? Нет. Я не конфликтовала ни с кем. Со мной стрёмно было в конфликт вступать. Ну, то есть, ну, а что? Я никогда свое слово не говорила. Ну, то есть, если можно было не выходить к доске, я не выходила. Если можно было не участвовать где-то, я не участвовала. Я для 11 класса написала весь вот выпускной, весь последний звонок, там все песни, там около 15 учителей, 15 песен, там типа старые песни, я главная, просто все песни взяла и передела для каждого учителя. Очень крутые песни. Я их сейчас нахожу в ВКонтакте. Мои тексты. Ну, это очень круто. Весь выпускной вот этот последний звонок сделала и не вышла на сцену. Меня просили, спрашивали, Наташа, ты не хочешь сама в какой-нибудь день песни спеть или просто там на лыжах пробежать где-то хочешь? Я хотела, но мне было так страшно и стрёмно на сцену выходить, что я говорю, нет, я там вот в уголочке есть общая фотка, где я просто самая последняя в самом нижнем ряду стою. Подпеваю. Вот такой человек. Ну, что со мной конфликтовать? Ну, вот кусок мяса живёт 11 лет с нами. Пусть живёт, приносит нам тексты смешные, пусть пишет себе. Ну, то есть я и в КВН также пришла на втором курсе. Я больше автором была. Я не то, что больше, я только автором была. Я типа и не девочка была. Я даже женские роли мне не выпускали играть. Почему? Потому что я херово играла, блин. Это простой ответ. Я херово играла. Я очень бояла. Мне было стыдно. Ну, то есть, когда человек выходит, он играет плохо. Бывает, мне рассказали, в КВН ты не должен быть хорошим актёром. Классно, если ты хороший актёр, но если ты смелый человек, ты можешь так херово сыграть, но смело, что это будет смешно. То есть в комедии это допустимо. Плохо играть, но отчаянно. Вот я не была ни отчаянной, ни талантливой. Потом же ты стала какой-то момент смешной. Тогда ты не была... Я перестала бояться сцены. Я перестала бояться людей. Я стала общаться с людьми. Я раньше, когда общалась, я бы сейчас отвечала тебе на вопросы, я бы даже в глаза не смотрела. Я бы типа, ну, вот в школе полетела. Вот так сидела. Ну, это когда произошло вот такое изменение в тебе? Слушай, курс второй, третий, наверное. А ты в астрологию веришь во все вот эти вот... Я в детстве верила. Мне кто-то раскладывал. Мне было 25 лет, я когда защищала диссертацию. У нас Наталья Владимировна, по-моему, защищала докторскую. И она вот этим всем занимается. Она говорит, давай я тебе по циферкам все разложу. Нумерология. А, нумерология. Нумерология, да. Ради бога. И она говорит, о, вот 26-й год твой, твоей жизни вообще будет. Смотри, у тебя там... И он прям вот так всплеск идет. А после 26-го вообще ничего нет. То есть до 26-ти лет какой-то график. А тут прям прямая. Не то, что прямая. Просто нет ничего. Точек почти нет. Я говорю, а что такое? Она говорит, ну не знаю. Я в 26 лет вышла замуж, родила двоих детей, защитила кандидатскую. Я реально думаю, вдруг я в 26 лет умерла. Ну вот меня же засыпляли, мне же делали кесарева. Вдруг я тогда умерла в 26 лет, и это уже не мне все снится, и ничего этого нет. Поэтому могу вести себя как хочу вообще. Это все сон. Ха-ха. Буквально недавно мы с кем-то обсуждали вот эту тему приворотов разных. Что очень многие женщины реально прям ходят. Их так много. Да, вот ты об этом что-то слышала? Все, мне пишут, блин, в этот, в личку, типа, вы там занимаетесь чем-то. Я говорю, нет, я вот просто книжки читаю, ребята, нет. А вот, ну вот у меня такая проблема. А есть кто-то знакомый там из этих? Я говорю, да, ну я не настолько в это верю, видимо. Тут, может, еще знаешь, психологический какой-то фактор, что ты привораживаешь мужчину, и тебе говорят, все, он вернется. И ты такая, все, и ты не творишь херни. Вот ты живешь с мужиком, он, а ты типа, а что, а кто у тебя есть? Хернись домой, я все прощу, вот это. А потом такая, выдыхаешь, и мужик приходит домой, а жена не истерит. Да, нормальный мозг, все у него хорошо. И он такой, блин, ну то есть он же любил эту женщину, блин, она стала такой же, как была. Вот она так уверена в том, что я не уйду, да я уйду, типа, вот он уходит, а она все равно уверена. Да блин, вообще. И вот, вот так действует, скорее всего, приворот. Я просто почему спрашиваю, потому что я вот много раз сейчас, ну в последнее время слышала от разных знакомых о том, что действительно у них где-то там их подруги или кто-то еще, вот как делали. Обращались к бабкам. Да, такие вещи, причем как отвороты какие-то делали, так привороты, какую-то еще хрень, но мне кажется, это так стремно, потому что ты не знаешь, как это все в итоге может отразиться на твоей семье. Если ты тем более веришь в это. Ну, всегда же говорят, ну, я это все изучала, и мне, я так верила, а сейчас как-то отошла. А вообще, я думаю, блин, вот если я приворожила кого-то, я же, типа, должна за это заплатить, ты же за все платишь. Да, вот сто процентов. Вот эти ресурсы, если это там, ты откуда-то берешь, ты должна что-то отдать, а вдруг у тебя вселенная, допустим, во что ты там веришь, в там, в ежей, я не знаю, во что-то, еж придет и заберет это у тебя, скажет, а вот теперь отдай ребенка. Да. И ты такая, охренеть. Он сказал, ну, блин, мужика хотела приворожить, вот, а первенца, вот, типа, выкидыш у вас. Ой-ой. И ты такая, не, ну да, я вот тоже в это верю. Вернуть мужа в семью очень, знаете ли, просто. Собирайте вещи мужа, собирайте самого мужа и везете его в семью к свекрови. В ту самую семью, которая его так херово воспитала. Вот и все, вот и все, вот и весь возврат. Ну, а в каком возрасте у тебя первый поцелуй был? В семнадцать лет. В семнадцать лет. Первый мальчик, вот этот, с кем мы первый раз поцеловались и через год, там, через девять, десять месяцев мы с ним первый раз переспали. Ну, то есть, это первый мужчина во всех планах. И как? Ну, нормально. Ну, такое, ну, господи, первый секс, у тебя был какой-то фееричный секс, первый. Ну, он такой, больше для галочки. Я такая, боже, мне уже скоро восемнадцать, я уже старая дева, надо что-то делать с собой. Я не хочу умереть среди котов. Вот это все. А он еще, Миша, он умел, знаешь, типа на подкорку залезть и говорить, ну, ты сейчас, конечно, молодая, красивая, но в двадцать один год любая женщина, если дальше, то она все уже никому не нужна. Дальше двадцати одного, ну, если она не замужем, то она как бы уже не котируется. Я думаю, страшно как. То есть ты это всерьез восприняла? он всерьез, он всерьез это и сказал. Он говорит, я предлагаю тебе, ну да, он говорит, я тебе предлагаю замуж, вот, ты у меня, я у тебя первый, это очень ценно, выходи за меня замуж, родители наши общаются, там родители уже пришли, все, дети, совет, дай сельсовет, вот это все давай нести. Я только думала, подождите, я же еще не пробовала ничего, все. Я только начала. Да, не то чтобы я за дегустацию, девчонки, но, ну вот когда ты чувствуешь, что ты любишь человека, ты даже не будешь спрашивать, типа, а что там дальше еще есть какие-то мужики? Ты не будешь даже задумываться. А тут, когда ты просто, ну, все, классный парень, здорово, но я не очень люблю, видимо, тебя, но не хочу я пока. Можно нет пока. А дальше, как скоро ты стала встречаться с кем-то еще? Через день. Да ладно, что-то ты недолго грустила. Да я вообще не грустила, наоборот, мне казалось, о, так все классно, здорово, я теперь взрослая женщина. Ну вот не знаю, я не особо, я не особо, я, конечно, сейчас буду говорить, что вот, я была никогда некрасивой, у меня там подслеповатые глаза, большой нос, уши оттопыренные, вальгус на ноге, и все такое, но у меня всегда были мужчины, то есть у меня всегда был выбор, не было такого. Были поклонники, да, всегда? Не то, чтобы прям поклонники, поклонники это, которые цветы носят, но я всегда знала, я прям чувствовала, видела глаза, по глазам, что если что, то вот этот чувак прям сидит в засаде, ждет, когда я освобожусь, то есть, если я уйду, я никогда не уходила из отношений, только вот после хоккеиста своего, когда ушла и три года без секса почти, вот вообще ноль, потому что это было первое время, первые три года, вообще первые дни моей жизни, когда я после парня не ушла к другому сразу парню, а просто поспрашивала, а что я такое, что я хочу вообще от жизни, хочу ли я чего-то, я может быть вообще не люблю мужчин, я уже сидела, думаю, может я по женщинам, сидела вот так вот уже. Не по женщине все-таки? Мне все-таки нравятся мужчины, не знаю почему. Бывает такое? Что-то не так со мной. Видимо, да. Какая-то странная. Ну, мне женщины нравятся, но не в плане сожительства, не понимаю как. Дружить очень люблю. Ну, был, у всех был. С женщиной? Ну, да. Почему у всех был? У меня не было. Да все по молодости хотя думают, а, наверное, я не такая. Нет, а может быть думают, но я имею в виду, ну, опыт. Ну, хотя бы целовалась. Нет. Да сто пудов. В мечтах. Порно смотришь, где девочки? Нет. Да фу, блин, я пошла отсюда. Блин, а что вы меня подставили? Я думала, мы про это говорим. Да ну было у многих. Ты как-то не разборчива была в выборе мужчин? Или ты все-таки выбирала... Мне казалось, что я очень разборчива. Но на самом деле я просто выбирала мужчин, которые любили меня. Вот для меня это было очень важно. Ну, а были какие-то у тебя отношения, где ты любила больше мужчину? Нет. То есть всегда было наоборот? Ну, видишь, я, видимо, или боялась чего-то, что... Не знаю. У меня были отношения, где я любила мужчину, а он не любил меня, но у нас не было отношений. Мы просто вот так несколько лет, мы собирались где-то в компаниях, там танцевали, он там пару раз поцеловал даже меня, но ничего не было. Так ты все-таки хочешь иметь какие-то такие вот прям отношения, где ты будешь любить мужчину больше, или где ты будешь, не знаю, в отношениях с мужчиной наравне? Что мы включены оба будем. Ну, было бы неплохо. Ну, мне кажется, когда ты чего-то сильно хочешь, у тебя это случается в итоге. Может быть, ты не так сильно хочешь? Ну вот у меня же я живу сейчас с человеком. Ну, у вас сейчас именно такие... Ну, сейчас, мне кажется, я надеюсь, что у нас равное включение, но что он не фанатично в меня влюблен, а просто вот, просто любит, как человека. А когда вы стали встречаться? В том году зимой. А, то есть ты прям уже давно в отношениях? Ну, давно-давно прям. Ну, как, уже было больше 8? Ну, мы договорились, что ненадолго. Я говорю, мы не подходим друг к другу, мы вряд ли будем вместе. Он говорит, ну, я знаю, я вижу, что ненадолго. Все, блин. Тебе это и понравилось. Все, блин. Не, ну, мы иногда напоминаем, но мы ненадолго, ты понимаешь? Да, я понимаю. Что, ну, год максимум, да. Ну, я уже поняла, что год, ну, наверное, год. Ну, я говорю, давай, я даже наколю, хочешь, татуировки наколем, но только, типа, с датой окончания нашей любви. Он говорит, давай, думаю, я прям высчитала, какая дата, что вот закончится, вот здесь выбить. Говорят, что если, у меня же везде татуировки, говорят, если набьешь что-то на теле, то этого у тебя не будет. А, да? Ну, я такое даже слышала. Я поэтому череп с костями набила, потому что, ну, я боюсь смерти. Ну, не боюсь, не хочу. И говорят, что это, моряки били смерть, и, да, образ смерти, чтобы смерть их не трогала, чтобы избежать смерти. Обалдеть. Да, и поэтому я, когда, вот, бьют, там, типа, Оля, я думаю, ммм, до свиданц. То есть нельзя, нельзя имена ничьи набивать. Да можно. Мы все знаем, что татуировки обозначивают тупость и шлюховатость женщины. Ну, вот этот вот твой новый мужчина, те отношения, которые у вас сейчас есть, это те отношения, которые ты прям так вот сейчас холишь-лилеешь, или ты все-таки как-то... Ну, вот холишь-лилеешь, это какие-то очень зыбкие какие-то отношения. Ну, когда ты прям трясешься, да, над отношениями. Нет, такого нет. Ну, они какие-то, знаешь, комфортные. Ну, ты просто не рассказываешь про него нигде. Ну, потому что я боюсь... Вот я... Мы не зря я ему сказала, что мы не подходим другому, потому что там вот вообще не подходим. Я думаю, если я его приведу куда-то, сто процентов, люди начнут говорить, ой, вы по росту не подходите, ой, вы по цвету глаз не подходите. А он из Челябинска получает. Он из Челябинска. Ой, вы там еще что-то не подходите. И я, ему-то пофигу. Он говорит, Наташа, мне без разницы, я все равно не изменю своего мнения. Ты мне нравишься, я хочу быть с тобой. Мне без разницы, что говорят. Но мне не без разницы. Я начну подгоняться. Я начну приходить домой, смотреть на него. Ага, не такой рост. Ага, длина пальцев не та. И цвет волос не тот. Ну, вот зачем ему такая женщина, которая истерит и думает, что все пойдет скоро не так. Оно и пойдет скоро не так, потому что я буду себя накручивать. И помогать меня себя накручивать будут мои подписчики, которые будут писать. Либо, ой, вы такие классные. Ну, это я принимаю как должное. Но на негатив я реагирую очень болезненно. Вот это все вы не подходите. Это будет каждый раз. Еще один минус, еще один минус, еще один минус. В конце концов, это все вот насобирается. Огромная вот куча камней, которыми и завалят все эти отношения. Ну, слушай, ну, мне кажется, у тебя еще такой какой-то образ, где ты все время даешь советы там тем, кто развелся, тем, у кого там не складывается, что-то. Знаете, как случайно можно выкупить изменяющего вам мужчину? Вот когда он в очередной раз спрашивает, родная, а ты мне верна? Нужно отвечать, да, я верна тебе, так же, как и ты мне. И смотреть на его медленно. Вот и все, вот и все. Если у тебя будет что-то складываться, будет странно уже. Что не может. Ну, как-то да. Ты знаешь, вот как будто бы у тебя все время ты вот про это топишь. Что я неудачница. Что я всегда неудачница. Да, понимаешь, и когда у тебя будут отношения, мне кажется, твои подписчики скажут, блин, ну не, ну что, мы на нее подписывались, когда у нее все было хреново, нам это интереснее. Не, наоборот, на самом деле, наоборот, они скажут, ммм, то есть у нее было все хреново, и она как-то вывела жизнь в не хреново? Расскажи нам, сестра, рецепт. Скажи, пожалуйста, что ты сейчас ешь? Ну, кстати, я хочу сказать, что Наташа попросила колбасу докторскую. Вообще, обычно все девушки следят. Копченую едят, но нет. Нет, нет, в смысле, следят за фигурами, там все дела. Я слышу. А ты следишь, но ешь колбасу. Это типа диета. Колбасная просто. Нет. Да, ты хочешь сказать, что нет? Она не помогает? Нет, Наташа, конечно, она очень помогает. От нее худеешь. Она минимум калорий имеет, и вообще классно. Даже маникюр колбасного цвета. Подготовилась, я смотрю. Подожди, ну серьезно, ты прямо следишь за фигурой? А что? Съела? О, видите, все-таки реально ест колбасу. Она голодная. Нет, подожди, ну реально, ты прямо следишь, запариваешься насчет фигуры? То есть ты прямо держишь себя в форме как-то? Я два часа каждый день танцую. Танго? Да. И не потому, что я хочу быть красивой все, ну хотя я хочу. Подождите. Потом заем. Не потому, что я хочу быть красивой, а потому, что вы видели, что я уже отвратительно себя веду. Не потому, а потому, что я хочу есть то, что я хочу есть. А ты сильно изменилась за годы блогерства? Да, сильно. Я такая стала, я была более показушная. Я с хоккеистом когда дружила, у меня с себя. Ват, мы хоккеисты, мы с хоккеистом сидим, кушаем. Ну я, мне кажется, и была такой, писи, если честно, чуть-чуть. Ну то есть было у меня вот такое. Ай, ладно, мы пошли, нас все узнают. Вот мы такие с ним, молодцы. Такое было, неприятное особо, не очень. То есть это было от чего, как ты думаешь, от неуверенности какой-то? Да, я думаю, да. То есть сейчас стало увереннее. Мне казалось, да, но это вот надо просто девчонкам понять, что в какой-то момент нужно пожить хотя бы там полгода, год, не знаю, кто, насколько задарможенный, просто в одиночестве, как бы это страшно не звучало, потому что у меня всегда, я всегда думала, мне надо найти мужчину под стать. Но типа без мужчины я никто, получается. Ну я половина, мне нужно найти вторую половину. Вот с мужчиной, если он достойный, тогда мы будем что-то представлять. А сейчас я просто, я с мужчиной, ну вот я, это я. То есть если он отойдет, мне будет неприятно, мне будет его не хватать, но я не стану менее ценной. Это же круто. Когда ты не, вот встречаешь мужчину, и ты такая, ты должен меня сделать счастливой. Да как, если ты несчастная пися, а как он тебе сейчас делает счастливой? Он чего волшебник, блин? Своей палкой размахивать волшебник будет. Никак он не сделает. Ну а как ты это, когда это ты поняла? Вот три года я не потрахалась, блин, и все, встала на свои места. В 20 лет я больше всего парилась о парнях. В 40 лет я больше всего парюсь о мужчинах. Если бы я была диснеевской принцессой, то я бы... Ты где-то говорила, что вот тот образ, который ты первой придумала, где-то бьюти-богиня, это ты его позаимствовала, так скажем, на Западе у какой-то... Нет, у какой-то блогерши, бьюти-блогерши. А, это Джена Марблс, да. Вот. О, это не образ я позаимствовала, а структуру. Ну, фишку, да. Да. Ну, то есть она, она делала мейкап, всегда у нее получалось коряво, то есть первое видео... То есть идея саму вот этих роликов. Да, что можно рассказывать о том, как краситься, но все будет не получаться. Но она, она типа, вот, сейчас красим брови, о, шлюши брови. Да, идите вы нахер. Она вот такая. У нее вот такой образ. Какой-то хамоватый вот такой тетки. А вот это все, нажиманство. Просто я посмотрела ее, мне понравилась структура, а сам образ, это вот собирательство. Джек Воробей тоже, потому что вот эти его все, размашистые вот эти движения все, это все полупьяное. И много-много других блогерш, которые, ну вот... То есть ты понабирала у всех? Да, которые упивают с собой. И я специально, мне писали, когда рассказываешь что-то, смотри в камеру, а не на себя. А я специально смотрела. Когда смотришь в экран, ну видно, что то, что взгляд у тебя, типа на себя. Итак, сегодня я научу вас как красить губы поверх губ. И вот это все, и ты смотришь на себя и прям тлеешь от этого, от своей великолепия, от своего. Вот. Это я все заимствовала от... Это собирательный образ. То есть образ я не воровала, а вот идею основную подавать с юмором мейкап вот эти тьюториал, я все-таки позаимствовала. Тепаня, а я расскажу, как сделать такие же сиятельные, как у меня, глаза при помощи вот этого очкообразного инструмента. А сейчас, откуда берутся идеи вообще для твоих роликов? Вот это их придумываешь? Ну, так это стендап, который я никогда ни в концерт не вставлю, ни в книги. То есть, по сути дела, это куски какие-то мысли стендапа. А иногда наоборот бывает. Я что-то записала быстро, ну, какая-то мысль возникла, я припарковалась, записала, выложила, и потом такая думаю, блин, надо было еще вот так сказать, а отсюда вытекает еще вот такая идея. И потом это выписывается в какую-то структуру стендапа. То есть это внезапно тебе приходит, по сути, в голову, да? Ну, не внезапно, просто ты все равно же думаешь. Ты когда едешь или когда сидишь, когда кушаешь, ты же все равно думаешь. Ну, я не могу, я не понимаю, как это сидеть и ни о чем не думать. Ну, то есть ты ешь суп и такая, и в голове у тебя шшшшшшшш. Ну, у меня такого не бывает. Ты такой, о, суп, курица, интересно, она была красивой при жизни. Ну, то есть все равно ты что-то думаешь. Даже если ты про суп думаешь, ты такая, ой, а как они картошку так режут? Интересно, На дно мы попробуем тоже. Ну, то есть это всё равно мысли о чём-то. А в какой момент ты уже решила, что ты хочешь всё-таки заниматься чем-то более или менее медийным, так скажем, выходить на сцену уже, не знаю, стендапы делать и так далее? Ох, ну это совсем уже недавно. Ну, то есть это даже не в университете. А, то есть уже сильно позже? Я думаю, что это после рождения детей. Нет, я сначала пыталась, мы с первым мужем, по-моему, по-моему, это был первый муж, не помню уже даже. Короче, я сначала играла в комедии, у нас был региональный комедии в Челябинске, официальная франшиза. Я играла в дуэте, у меня просто несколько партнёров было, потому что я каждый раз, я приезжала в Москву на ТНТ, на «Смех без правил» была передача, шоу на ТНТ, турчинский «Спаши воли» вели. Я приезжала, и мы выступали, было смешно вроде, но в какой-то момент начинала сливаться на импровизации что-то или ещё что-то. И меня подзывала Ксюша Чешей и говорила, «Наташ, тебе надо партнёра, просто поменяй партнёра, ты неплохая девка, тебе нужен партнёр». Я вот через эти грабли несколько раз переступала, переступала, уже на все грабли наступила, не на одни те же, а на разные. И вот не могла всё найти, партнёра, партнёра, и мне кто-то говорит из наших, из комиков, или, ой, Борисов, наверное, Антоха. Но он всё время, он всегда стебёлся, он говорит, «Наташ, ты как обычно, блин, через тернии в жопу, у тебя всё, блин, так, всю жизнь. Ты, говорит, что ты цепляешься за этих мужиков? Ты их специально, говорит, выводишь на сцену, а потом глушишь с собой. Зачем они тебе тогда нужны? Если ты хочешь одна выступать, выступай одна». Я говорю, «Я боюсь одна». Он говорит, «Ну, а тогда не выступай. Ну, что тебе нафиг вот это вот мясо мужское здесь на сцене? Ты, если стендапер, напиши стендапы. Не миниатюры вот эти КВНовские свои, серьёзно, там, подойди к стендапу. А чего это такое? Ну, вот, что это такое, давай, вот, изучай». И всё, и постепенно изучаешь, изучаешь, и просто начала выходить в стендапе в Челябинском, пробовать на маленькой сначала сцене куларные выступления. Ну, то есть, понятно, я же не выжду сразу на концерт на тысячу народу. Конечно. Облажаться лучше где-нибудь на маленьком участке. Ну, я тебе серьёзно говорю. Один раз облажаешься, а потом не облажаешься. Потом облажаешься, не облажаешься. А чьи выступления тебе нравились? На ком ты, можно сказать, себя формировала? Ну, из стендап-комиков мне очень нравился и Дизард. Не знаю почему. Он вообще дурачок какой-то. Он здесь такой инфазантный. Он на каблуках выступал. Мужчина выступающий на каблуках. Нет, у него подача какая-то другая. Не такая, как у всех. Типа, правда, рудорубная. У него прямо такое всё. Нравился и нравится. И Дизард до сих пор нравится. Луисе Кей нравится. Ну, такой прям... Жёсткий. Жёсткий товарищ. А из российских есть кто-то вообще за кем-то следит? Ну, если не тогда, то хотя бы сейчас. Ну, за кем я слежу? За кем я могу следить? За Щербакова могу следить. Могу, но у него жена есть, она за ним следит. Есть интервью у Дудя, где Щербаков признаётся в любви своей жене. Я просто её... Как люблю? Я просто её обожаю. Ну, ты понимаешь, да? Там полтора часа интервью, и из этого час сорок пять он признаётся в любви. Ну, то есть тут даже бесит не столько, что он её любит, а что он так много её любит. А что мы какие-то... Ощущаешь себя недолюбленной в этот момент, думаешь, блин, вот, значит, я всё-таки какая-то конченая, раз меня никто так не любит. Подожди, но есть, значит, какой-то там, значит, что-то другое, какой-то косяк же у него должен быть. Я так себя утешаю, да. Ну, я тоже себя так утешаю. Ну, я тоже себя так утешаю. Ну, я хотя бы на это надеюсь, потому что если бы у него... Если у него ещё член хороший, то вот как бы и всё тут. Я просто плакать сейчас пойду. Нет, я просто... Почему я Щербаков вспомнила? Мы были недавно на записи стендапа в... Неважно где, я не помню. У меня память на цифры и буквы плохая. Он вёл стендап. На записи были он мне запомнился и Дедков неожиданно. Хоть как я его не очень люблю, человека, но как человек, может быть, он и не очень, но как стендап-комик у него есть идея, общая какая-то мысль. И он прям вот... Ты выходишь со стендапа и такой вспоминаешь, думаешь, о, над Винокуром я смеялась. А о чём он говорил? Не помню. Над этим я смеялась-то, а о чём он говорил? Не помню. А Дедков, думаешь, о, он про загрязнение мира говорил, он про взаимную невежливость говорил. Ну, то есть он какие-то поднимает темы, и он реально говорит мысль, которую у тебя потом в голове, и ты её думаешь. Ну, то есть для меня стендап, это когда ты можешь поржать, а потом домой пришёл и поплакал над этой темой. Потому что тема какая-нибудь большая, больная и интересная. А почему ты сказала, что Дедкова ты не любишь как человека? Вы знакомы? Ну, очно говоря, как-то мы знакомы. Он как-то сказал, типа, фиг ли ты тут делаешь на стендап-фестивале, валив к своим блогерам. А, серьёзно? Да, он меня ещё не знал даже. Ну, так он и меня до сих пор не знает. Это недавно было. Кого? Это было года четыре назад. Я просто, я смотрю, я приехала на стендап-фестиваль, и думаю, боже, я уже известный стендап-блогер. Ну, если есть такие, существуют такие люди. Я думаю, сейчас подойду, а там наши сидят челябинские стендаперы. Ну, там 150 человек приезжает, там сколько, 1500. Не помню, я помню, что 100, ты один, пять, и там ещё нули были. Короче, много-много людей приезжает, и ты со всеми общаешься. Это тусовка, общая тусовка, общие интересы. И благодаря Дедкову я поняла, что, в принципе, я не в тусовке. Он говорит, а что ты тут с нами-то? А, они говорят, вон, это Наташа Краснова, наша челябинская. Я уже подхожу к столику, он говорит, а что, а, это ты, это из машины, которая. А что ты здесь-то тусуешь? Туси со своими блогерами, ты же блогер. Самое стремление, что меня и блогер-то не принимает. Они говорят, иди туси со своим Дедковым, со стендаперами, со своими туси. Подожди, ну ты как-то ему ответила на это? Как я отвечу, блин, я всю жизнь вот такая, если меня оскорбить, я замолчу, заткнусь и все, и уйду. А потом напишу это в книге, обосру человека, блин. Дедков, не надо так делать, подходит кто-то, ну пусть подходит. Ну, может, баба хотела с тобой побухать, посидеть. Я слышала еще, что жена Маслякова тебя как-то раскритиковала, сказала, что ты деревенщина. Ну да, ну так я и была деревенщиной. Это первый канал выглядеть деревенщиной, хотя команда из Челябинска, а кем я должна выглядеть? Так хотя бы я натуражно выгляжу. Ну, в общем, вот это первое такое оскорбление свыше, но оно мотивирует так. Ты думаешь, что все, я теперь не буду деревенщиной, буду самодостаточной женщиной. Ты где-то сказала, что ты питаешься, не питаешься, а тебя мотивирует ненависть к другим. Ну, бывает разная ненависть. Сейчас, блин, просто у меня девочки пишут, вот я ненавижу бывшего, но ничего сделать не могу, я просто плачу и все. Это другая ненависть. Это, ну, типа, есть ненависть, которая тебя сжирает изнутри, ты сгораешь сама внутри, ты просто труп ходячий. А есть ненависть, это как, вот знаешь, типа спортивная злость. Я в гимнастике, когда в детстве занималась, это прям реально, ты ненавидишь всех своих вот этих девчонок, которые с тобой по бревну ходят, ты думаешь, докажу, что я лучше. Ну, то есть, это же, ты же ненавидишь, ненавидишь. Это какое-то соперничество, да? Это было соперничество, но это не, ты реально чувствуешь, как будто ты ненавидишь человека. Но зла ты ему не желаешь, ты не желаешь ему умереть. У тебя какое-то желание стать лучше, чем он, стать круче, чем он, чтобы он на колени прям перед тобой встал. Ну, это что, это же уже ненормально. То есть, это тебя, наоборот, мотивирует быть лучше, да, вот это чувство? Ну, то есть, если оно не сжирает тебя изнутри, а наоборот, как бензин, на котором ты едешь всю жизнь, так ради бога, ты же не желаешь ничего плохого людям, ты желаешь хорошего себе. То есть, по сути дела, это какая-то ненависть со знаком плюс. Я просто думала о том, что ты как-то не боишься такие крепкие высказывания делать относительно других людей вообще в целом. Крепче, чем первого клипа про Бузову, я, ну, вот за него мне, конечно, неуютно. Вот тебе премия на воротник за твои синглы Бузова. Ну, то есть, я надеюсь, что Оля адекватный человек, все-таки, что это образ у нее, что она понимает, что первый клип, ну, я выбирала, надо было либо про Путина петь, либо про Бузову, потому что больше в России ни про кого не говорили. Объезжать с каким-то клипом, а рэп-клип это всегда что-то типа, эй, ты, да, ты вообще твоя мама вообще, вот это все. Это надо либо брать какую-то объемную тему, ну, собственно, последующие у меня, это я брала объемные темы, какие-то социальные проблемы, как кто, ТП в соцсетях вот эти женщины, которых пусто в голове, но очень много в Инстаграме, и дошла даже все-таки, последний клип у меня был про выборы. Каравай, каравай, кого хочешь выбирать. Да, я боялась, что мне позвонят, скажут, Наташа, съезжайте со стороны, текай с городу, это мы запикаем, но смысл вы поняли. Вот, ну, то есть, это был смелый проект, но мне единственный за какой клип, ну, не то, что стыдно, но неуютно, у Давы и у Киркорова была презентация, и мне Давы пишут, типа, приходи, ну, вот эта рассылка общая, привет, приходи на презентацию, будет классно, я думаю, нет, не будет. Я боюсь, я боюсь, я до сих пор боюсь, что вдруг Оля до сих пор, ну, не очень кайфово ко мне относится, и это оправдано, то есть, если бы про меня кто-то написал, пусть и клип, но вот в таком формате, что, типа, да кто ты такая, сидела в своем Челябинске, тебе 40 лет, сиди молти на своей жопе, я думаю, я бы подумала, ну, класс, все правильно, песня хорошая, текст хороший, человека ненавижу. Не сказать, что я там прям, ой, беру все свои слова назад, нет, ни одно слово, они все по теме, все четко, ну, там реально, ну, раньше без слез было невозможно смотреть, как Оля двигалась, честно. Сейчас можно, без слез, я смотрю, мне нравится, ну, то есть, ну, она сделала какой-то рывок, сейчас я такую бы песню уже не написала, ну, потому что и нет такой проблемы, и нет такого, ну, нет такой проблемы, как вот эти поющие, вот, то, что было тогда, это за силе было, тогда Беркова начала петь, тогда начали петь люди, которые, ну, я даже не знала, что они певцы, понимаешь? Ты, значит, ее до сих пор не видела нигде, не пересекалась с ней, не встречала? Я стараюсь еще не пересекаться с людьми, которых я когда-либо чем-нибудь могла обидеть, поэтому я ни с кем не пересекаюсь, потому что я наговорила уже столько всего. А ты сталкивалась со звездной болезнью среди каких-то твоих знакомых, там, звезд или блогеров и так далее, какие-то были ситуации? А я, видишь, с ними, с теми, кто выше меня по узнаваемости, потому что не по таланту, по таланту-то я выше всех, а по узнаваемости, если кто-то выше меня, если кто-то круче меня, а мы с ними как бы не общаемся, мне и подойти к ним, честно говоря, я думаю, ну, как бедный родственник, я не хочу подходить, я лучше стану кем-то круче и подойду тогда сверху к этому человеку, и он уже будет у меня просить сфоткаться со мной. Вот, вот так мне нормально, вот так я делаю обычно. В Москве тебя часто узнают, чаще, чем в Челябинске? Чаще. Прям подходит? В Екатеринбурге чаще, чем в Челябинске, в Питере чаще, чем в Йобурге, и в Москве чаще, чем в Питере. Ну, то есть вот так вот я пока выстроила. Ну, подходит, просит сфотографироваться или что? Да, Лизуня, извини, можно с тобой сфоткаться? Давай. Я знаю, что этот вопрос тебе, мне кажется, задают на каждом интервью, по поводу твоего переезда в Москву. Не знаю, что там нет. Опять же, ответ в астрологии, потому что ты теряется. Да, потому что я никогда... Нет, я вот... Зона комфорта. Зона комфорта. Вот я, короче, я такой человек, я, ну, то есть я удивляюсь, как я развелась, потому что я такой человек, что я могу с одним человеком жить всю жизнь, даже если он на пастыль. Просто, ну, привычка. Долбанная привычка меня держит очень сильно. Я всю жизнь прихожу в ресторан, неважно в какой, я заказываю. Куриный суп и греческий салат. Куриный суп, греческий салат, черный чай. Все, все, все. Так что по поводу переезда, все-таки нет? Я не знаю, ну, нет, все-таки да, но я не знаю, когда. Ну, то есть я знаю точно, что, наверное, не уверена, но точно да или нет. Не знаю. Что должно в твоей жизни произойти, что тебя заставят все-таки переехать? Что, наверное, дети скажут, мам, все, мы от тебя не зависим, мы хотим жить где хотим. Я скажу, ну, хотите в Челябинске, ради бога. У меня дети зацепились за Челябинск. А, они любят, да? Они обожают Челябинск. Я говорю, ну, тут грязная атмосфера, вот такая нехорошая, экологическая обстановка, отвратительная. Перспектив. Если вы творческие люди, а вы творческие люди, вряд ли вы найдете что-то по душе здесь. Не знаю, ну, не хотят. Я вижу, что у меня нет сил уговаривать. Расскажи немного про «Конечно Вася» шоу. Как ты туда попала? Я знаю, что ты пришла на… Что ты подсидела Айзу. Ну, ты не подсидела. Я знаю всю эту историю. Я вообще не знала даже про Айзу. Что тебя пригласили на то место, которое как бы должно было. Естественно, никто не говорил. Когда я пришла пробоваться с девчонками, мы онлайн был коронавирус вот этот. И мы онлайн выходили в зуме и разгоняли темы. Просто смотрели, как мы можем координировать все это. И никто не сказал мне, естественно, типа, Наташ, вот мы Айзу пробовали. Вот она, конечно, не Атас, конечно. Давайте себя попробуем. Такого мне не говорили. Мне просто сказали, Наташ, хочешь вот в такую передачу? Я говорю, да, класс. А соведущий кто? Ну, вот есть Жанна Мартиросян. Я думаю, о, Жанну я видела в КВН с Гариком. Они постоянно в Сочи приезжали. Думаю, ну, она вроде спокойная такая. Надо… Она классная. Она классная, типа. Она взрослая, адекватная женщина, думаю. С ней нормально. Юлька Барановская, она взбалмошная. И она умеет, знаешь, там, вгрызться тебе в шею прям. Но я к ней приходила на какую-то передачу про блогеров. На русском радио. И на русское радио приходила. И на мужское женское. И на мужское женское, да. И я думаю, в принципе, несмотря на вот этот вот характер, додавливать врага, но она интересная. У нее очень классные идеи. Но если с ней спорить, а она не согласна, то она тебя загрызет. Это да. Но в этом же тоже кайф. То есть Айза, когда говорит, да, блин, Юля вскакивала, орала что-то. Так, блин, это классно. То есть научись с этим взаимодействовать. Если научиться, я там заняла свою вот эту нишу дурнины вот этой. Сижу там хамоватая дурнина, ничего. Я не знаю, что делать. Как тебе вообще работать в женском коллективе? Потому что вас трое. И мне кажется, очень сложно вставить слово во время вот программы. Сложно вставить слово, когда с тобой идти на кандылаки сидим. А все остальное – это фигня собачья, блин. Вставить можно в любой момент, блин. Просто у Тины есть какая-то невероятная особенность. Она может говорить часами ни о чем. Но будет так интересно. Никто из нас слова не вставил. Это все порезано. То есть все это длилось там часа там три, наверное. Она что-то говорила, говорила про женщин, про мужчин, про будущее, про настоящее. А как в прошлом, как сейчас, про сериалы, про патчи для глаз, про все говорила. И было интересно, оказалось, все так логично. А там мы ушли уже от темы на сто километров. А ты слушаешь, слушаешь, слушаешь. Вот, ну вот это сложно. А с девчонками, там коллектив-то на самом деле мужской в том числе. Авторский – сто процентов мужской. На сто процентов там мальчики. Не, я имею в виду, вот как вам записывать программу, когда вас трое, не один. Не разные. Ну то есть, если бы мы были одинаковые, все сидели бы такие, умные вещи говорили. Это было бы, ну, во-первых, нудно. А во-вторых, наверное, да, мы бы понимали, что вот еще две женщины, которые занимают ту же нишу, что я. Но мы разные. Жанна, она такая, она семьянин. Она женщина, вот, которая очаг бережет. А Юлька, она очень взрывная. Она как девчонка, понимаешь? Вот она прям девчонка. Когда я готовилась к интервью с тобой, я сказала об этом Юле. И я ее спросила, я говорю, ну как, вот Наташа, там, Краснова, вы же знакомы, все. Она такая, ой, она очень классная, она мне очень нравится. Вот прям так, чтобы она сказала, отозвалась. Это прям большая редкость. Я говорю, ого, так, Юля, я говорю, я запишу этот день. Когда работаешь с кем-то в коллективе на съемочной площадке, нужно просто влюбиться в человека. Ну, то есть, в каждого можно влюбиться, в каждого есть за что любить. Вот Жанну можно любить за вот это вот, за достоинство, за спокойствие. Она никогда не орет. Ни разу, ни разу. Даже если что-то ее задевало, она всегда спокойная. Юлька, она всегда на взгреве, всегда вот такая вот, у нее реально движ какой-то, постоянно. И когда, мне больше всего веселит, когда у нас есть гость, и когда Юлька доказывает свою правоту, и ей просто говоришь, ну типа, фас, и отступаешь, мы с Жанной вот так просто вжимаемся. Она однажды Тину вот так вот подпрессунула, очень мягко, но она так прижмет тебе горло, тебе будет казаться, ой, как нежненько, а потом ты задохнешься. Вот так она умеет сделать. А вы сами выбираете героев или вам предлагают просто редакторы? Нам, мы выбираем, но пока в первый пул, естественно. Ну а кто пойдет в передачу? Вот, а пойдем в передачу, давай, ой, конечно, Вася, а что там будешь делать? Ну будешь сидеть вот так вот в качестве гостя, три женщины будут тебя обсуждать. Ты думаешь, да ну нафиг, а вдруг это прожарка очередная. Все боятся. Тина смелая, но она вообще никогда ничего не боится, она пришла. Поля Гагарина, я не знаю, чем они ее заманили, тоже немного. Может, она потому что с Бастой дружит? А, наверное, он ей угрожал, я думаю, да. Да. Ну и Абаста пришел, потому что он сам себя уговорил как-то. Я не знаю, я не знаю. И ты четвертый герой пришел, потому что просто из любви к нам, наверное. А кого бы ты сама хотела пригласить? С кем бы тебе интересно было бы пообщаться? Мне бы интересно, конечно, с Хакамадой было бы пообщаться. Но с ней надо общаться, наверное, просто один на один. Ну, то есть, вот в такие юмористические лучше, наверное, не звать. С Лаповским-Курпатовым интересно было бы пообщаться. Но, опять же, видишь, людям неинтересно, наверное, будет. Не, ну, мне кажется, будет интересно. Кого? Они говорят, где Маргинштерн? Все так запереживали, что Маргинштерн стал женщиной года. Я считаю, какой год такая женщина? А, вот это, кстати, твой любимчик, тебе же нравится. Где Даня Милохин? Где Маргинштерн? Где Шуригина куда пропала? Найди ее. Из-за Азиана. А ты насколько вообще включена вот в повестку? Насколько ты включена во все, что происходит в благосфере, так скажем? То есть, вот когда появляются какие-то новички? Ты следишь за этим? Нет, ну вот я, допустим, Милохина знаю, потому что мы в одном агентстве. Ну, то есть, все, что появляется в нашем агентстве, я примерно, приблизительно хотя бы знаю. Я нахожусь в ТикТоке, то есть, я более-менее вот эти дома знаю, кто там, девчонки, пацаны, хотя бы визуально знаю. Ну, Маргинштерна тут как не узнаешь, когда тут насильно даже эти музыку это все включают. Да, у него есть ритмы какие-то интересные. Не сказать, что он мне прям бесит. У него есть треки, под которые хочется вот так вот и ножкой делать, и головой вот так делать, и всеми частями тела делать, все, что он хочет. Но, когда он начинает говорить в интервью, у меня почему-то не по себе, не понимаю, почему. Может, я влюбилась с него, не знаю, но мне кажется, что мне он не нравится просто. А кто тебе нравится все-таки из блогеров, может быть, за кем ты следишь? Что творчество тебе нравится? Слушай, мне нравится, ну, опять же, это человеческие какие-то качества. Мне нравится Ида Карюч. Мы с ней знакомы с батлом еще. Ну, то есть, ну, она и тогда была такой человек открытый. И сейчас. Ну, а контент, который она делает, тебе нравится? Ну, нормальный. Ну, мне песни другие нравятся. Я не могу такое. Не знаю, как объяснить. Ну, подожди, ну, у тебя тоже странная песня, нет? Вот эта твоя Ебамба. Она странная, она странная. Ну, она какая-то качает, что ли, не знаю, никак объяснить. Не, она стебная, она прикольная, но я не видела, она что же? Она не стебная, она просто типа въездная. Она первая песня, то есть, надо с чего-то начинать. Нельзя типа с философского начинать. У меня есть другая песня, я ее первой написала, но я ее записала, но я ее никуда не вываливаю. Думаю, подождите, там вести стиля, блин, знаешь, машины времени. Думаю, подожди, подожди, Наташа, сейчас люди привыкнут к этому говну. Ну, подожди, ты серьезно относишься к своему творчеству, то есть, ты хочешь это продолжать и дальше выступать тоже. Мне нужна была песня для стендап-концерта. Да, это я слушала. А потом я такая думаю, блин, как это классно оказывается, когда тебе пишут такая песня хорошая. О Насте Ивлеева. Нравится, как красивая девушка, очень нравится. Как стильная, сильная. Она прям вообще идеал блогерши, наверное, вот такой современный. Которая, она вся в работе, у нее все под контролем, она очень сильный человек, у нее продакшн какой-то. Ну, то есть, это просто девочка, которая, там, не знаю, ногти красила лет 10 назад. Сейчас она, ну, повелевает у мамы подростков. Ну, тебе самой нравится то, что она делает? А что она делает? Ну, в смысле? Она что-то делала, да, еще? Она очень органичная. Вот, и Моргенштерн тоже очень органичный. Мне могут нравиться, там, не нравятся его ногти, там, хвост, пресс, что угодно. Но он органичный. Ты его смотришь на него, и это затягивает. Не понимаю, почему. Тебя может аж трясти, но ты смотришь и все. Так про Настю ты стала говорить, а ген-шоу ты смотришь, тебе нравится? Я нарезки какие-то смотрела. Ну, ну, нормально. Ну, блин, это же западный, западослизанный формат. Ну, то есть, ну, опять же, он слизан гениально. Гениально. Ну, и пусть, даруют, и ладно. Я не знаю, как объяснить. Да, блин, это конкуренты мои. Шо ты мне говоришь, что я комплименты должна им говорить? Нет, нет, она еще и молодая, и красивая. Нахер это надо? Я зашла в Инстаграм, посмотрела, на кого ты подписана. Меня очень удивило, что ты среди всех СМИ подписана только на админ наншлака. Почему вообще? Я не поняла, ты какой-то сплошной там такой прям жесткий трэш. Короче, я подписалась изначально. Я не подписана на звезд, потому что там я с ума сойду, иначе от их сториз. Я думаю, так, надо централизованно найти. Я на вуман ру подписана, подожди. Ну, окей, может быть. Ну, то есть это два ресурса, которые публикуют новости из жизни звезд. Просто мне нужно быть в курсе. Подожди, ну админ наншлака там прям хардкор, там прям жесть. Я пыталась с ними общаться. Ну, в смысле, я пыталась там говорить, что ребята, ну, ладно, когда вы говорите, что там, допустим, вот смотри, есть разные вещи, когда смеются над внешностью. Мы все не идеальны. Но, допустим, женщина, которая проповедует курс по похуданию, которая выглядит вот так, но фотошопит себя, и у нее бедные люди покупают этот курс. Вот это гнилье гнилое. И когда админ наншлаг стебет вот этих, ну, это инфо-цыгане. Как по мне, это просто женщины, которые наживаются на других бедных женщинах. Но, когда там, допустим, фоткают какую-то звезду, типа, о, смотрите, вот она выглядит вот в стоп-кадре вот так, я думаю, так вы мои стоп-кадры не видели. А ты туда попадала к ним, кстати, в паблик? Нет, они меня репостили какой-то видос, я что-то говорю. Нет, стебать не стебали, а может, и стебали я не видела. По мне, это какой-то негатив, да, вот это новости негативные. Да, много, но негатив больше знаешь, когда читаешь комментарии. Ну, то есть, сам админ, или там сколько, я даже не знаю, не знаю, кто это, сам админ обычно не несет негатив. Ну, то есть, понятно, они провоцируют. Это всегда провокация жесткая. Они вынуждены так делать, чтобы быть популярнее всех. Я понимаю, да. Это СМИ любое тебе скажет. Но, они, допустим, выкладывают фотку, говорят, слушайте, вот тут что, у Лободы там шестой палец, что ли, а там есть такая фотка, где у него шестой палец. Ну, блин, где бы я еще это нашла? Все, шестой палец, что ли, я смотрю, думаю, блин, как так с фоткой? Там фотошоп, блин, ну, там подушечка мизинца, поняла, как это вылезло. И все. Ну, то есть, сам админ ничего не сказал, а комментарии там просто, фу, вот она мразь, вот ее бы убить, сжечь. Я думаю, кто вы, кто вы? Ну, я поэтому и спрашиваю, зачем тебе на них подписываться? Чтобы быть в курсе, что происходит. Ну, а на других не можешь быть в курсе? У нас, например, PeopleTalk, ты почему-то на нас не подписана. Почему? Это ты меня спрашиваешь? Давай я при тебе переподушу. Давай, давай. Вот сейчас смотри. Все, друзья, теперь Наташа Краснова подписана на наш инстаграм и будет, надеюсь, лайкать нас, комментировать. А какие черты тебе в себе нравятся, черты характера? Умение не умереть в какие-то отчаянные моменты. Ну, то есть, у меня в жизни были всякие моменты. То есть, когда просто думала, все, вот на этом, наверное, люди, и кончают жизнь самоубийством. Были моменты, когда жить вообще не хотелось. И как-то я находила в себе ресурсы, силы, и просыпалась на следующий день и шла что-то делать. Не то, чтобы я прям здоровая просыпалась. Но я не закапываюсь. У меня есть такое. Вот я падаю, когда в яму, в какую-нибудь депрессивную абсолютно. У меня есть желание копать вглубь. Есть такое вот саморазрушение, когда ты думаешь, все, меня бросили, сейчас специально буду реветь и себя уничтожать. То есть, ты себя жалеть начинаешь? И жалеть, это самое гнилое. Жалеть начинаешь, все недостойные, он такое говно. Я такая красивая, умная, он меня бросил. Он тебя жалеет. Ждешь, он не жалеет. Мне пришло уже 10 лет, он народил 500 детей, блин. И все, и ты, блин, в непонятном состоянии. Покопала вглубь. И потом в какой-то момент я думаю, так, ну а зачем ты копаешь, Наташа? Все, выбирайся. Либо позови на помощь, либо просто выбирайся сама как-то. Чтобы пока вот это все, стенки вот этой ямы не начали падать внутрь, пока тебя не погребло вот в этом все. Пока есть возможность выбирать, выбирайся. То есть, у меня какой-то страх, но он приходит не сразу. Он мне где-то в середине вот этой депрессии, он типа, Наташа, все, ты умираешь, выбирайся. А что еще? Умение легче смотреть на жизнь. Сейчас оно есть раньше. Это воспитанное, это неврожденное. Врожденное мне, я пессимист. И всегда, у меня всегда стакан на половину говно. Пустой. Я вся. Стакан полностью пустой. Вода, это все абстрактное состояние. Вот это все. А вот этим вот юмором я пытаюсь просто не зацикливаться на проблемах. Они есть. Блин, не бывает людей без проблем. Просто есть люди, которые, не то чтобы я их не вижу, я вижу проблемы. И там, у меня, допустим, книга, я бы сейчас села, вот я сейчас сидела, у меня по обложке просто какой-то караул происходит. Там издатели одно говорят, художник другое, и они не хотят общаться друг с другом. И я бы сейчас села, и, блин, вся ушла, блин, в себя, и себя ненавидела, их ненавидела, и орала бы на всех. Ну нет, ну это просто рабочий момент. Их много в жизни. Просто если ты на каждое будешь тратить всю себя, тебя просто не останется к завтрашнему дню. Вот, но это я поняла вот к 30, грубо говоря, 7, может быть, 8 годов. А какие черты характера тебе в себе не нравятся? Ну вот такие же, вот я только что их рассказала. А, ну окей. Где ты видишь вообще себя через 10 лет? Вот куда вообще движется все? В гробу, в белых тапках. Блин, мне уже 40 лет. Кого, блин, через 10 лет, мне 50 будет? Ну и что? Что, 50 лет жизнь заканчивается? Ты сейчас убила всех. 20-й год, что я думаю, что я до 24-го только дотяну. У вас просто, я не знаю, если пойдет дальше вот так вот, то есть люди начинают ненавидеть друг друга. Честно говоря, ну, честно, политическая и экономическая обстановка в странах очень меня напрягает. И я уже стараюсь жить просто сегодняшним днем, сегодняшним годом и не загадывать, что там будет дальше. А о чем ты мечтаешь? Ох, я мечтаю жить на берегу моря. Но при этом, вот я хотела сказать, но при этом ты перележать никуда не хочешь. Я просто представила, как много копать надо. Не знаю, ну, я хочу, ну, это к старости. Сейчас-то мне же не старость еще, еще 40 лет, еще можно 10 лет по фестивалю. А потом когда-нибудь, когда прям... Чудо, 50 лет у тебя старость, я вообще не понимаю. Ну, мне кажется, в 50 лет ты такой уже все, уже все ты попробовал, все пережил. У тебя нет эмоционального вот этого. Джей Ло, знаешь, сколько лет? Она не подписана. Я такая смотрю и на нее, и она на меня смотрит, говорит, Наташа, не надо туда. А чего ты боишься? Ну, это же не про пауков, да, все. Нет, не про пауков. Я боюсь смерти близких людей. Ну, типа непонятно, что делать, как жить дальше. Вот и все, вот и все. Уважаемые избиратели нашего YouTube-канала, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, или у вас отвалится сиськи. Это если женщина, а у мужиков, что отвалится. То у вас вырастут сиськи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!